В отрывке, о котором идёт речь, просто говорится, что до потопа люди предпочитали осуществлять свою свободную волю в злых целях, они предпочитали питать своё воображение злом, а не добром. Свобода воли позволяет нам выбрать любое из них. Человек создан по образу Бога, который называет себя Творцом. Мы больше всего похожи на Бога Творца, когда вовлекаемся в акт творения. Поскольку мы сотворены по образу Божьему, нам даны подобные творческие способности, которые служат его Божественной цели. Воображение — это креативный центр души. Это место, где формируются оригинальные творческие идеи, и куда творческое вдохновение приходит из внешних источников, таких как Ангелы и Святой Дух. Бог создал наше воображение как способ передачи нам его детальных планов и целей. Его воля может быть раскрыта через видение и сны, которые мы получаем в своём воображении. Когда Господь дал указание построить ковчег, Он, вероятно, открыл размеры ковчега, используя мои материалы и процесс его построения через воображение и ноя. Когда Бог дал Моисею подробности об устройстве скинии, Он хотел, чтобы она была точной копией небесной. Поскольку Моисей имел ограниченную информацию для работы, вероятно, Бог передал ему необходимую информацию через его воображение. И когда художников и ремесленников попросили сделать декоративные элементы для скинии, то детали, вероятно, были даны им через их воображение. Одна из проблем, которую необходимо решить, заключается в том, что откровения от небесных и демонических существ воспринимаются одинаково через воображение. Вдобавок к прекрасным сценам, которые нам показывают с небес, воображение хранит гротескные, искажённые и пугающие образы, которым мы подвергались на протяжении всей нашей жизни. Его постоянно бомбардируют царство тьмы неприятными образами, предназначенными преследовать, запугивать и порабощать нас. Бог хочет открыть нам что-то через наше воображение, а враг хочет помешать нам получить их. Цель врага состоит в том, чтобы так загрязнить поток откровения, который мы получаем через наше воображение, чтобы мы решили, что вообще ничего не хотим видеть. Потому что воображение — это часть души, а душа управляется нашей волей и мы можем по собственной воле делать с воображением всё, что захотим. Из-за того, что большая часть образов в этой части разума болезненно, для того, чтобы избежать боли, связанной с этими образами, некоторые люди использовали свою свободную волю и избрали полностью остановить поток откровений, идущий через их воображение. В попытке защитить свою душу от атак врага, они бессознательно блокировали свою способность получать откровения от Бога. Если бы эти люди реализовывали свою свободную волю и делали сознательный выбор получать откровения через своё воображение, их духовные глаза открылись бы снова, и они смогли бы видеть в Духе. Решение заключается не в том, чтобы избежать получения всех изображений, которые приходят через воображение, но научиться фильтровать его, освещая наше воображение для Божьих целей. Предупреждение. Если вы страдаете от таких состояний, как посттравматическое стрессовое расстройство, множественное расстройство или диссоциативное расстройство личности, выполнение следующей упражнения может вызвать неприятные мысли и может стать причиной острого приступа, опасного для вас. Пожалуйста, договоритесь с надёжным другом или консультантом, который будет готов помочь вам, если вы решите сделать это упражнение. Если вы не хотите рисковать, вы можете его пропустить. Упражнение. Некоторые люди внутренне поклялись самим себе, что они никогда больше не увидят ничего из Духовного мира. Этот обед обладает силой, и они часто мешают тем, кто их дал, видеть в Духе. Если вы когда-нибудь давали такую клятву вам, или кому-либо ещё, лучше отказаться от этого обеда и сообщить Святому Духу о своём желании снова увидеть в Духе. Для тех, кто страдает от неприятных образов, при обращении к своему воображению, это может быть хорошей идеей, чтобы начать с исцеления болезненных эмоций и травмирующих воспоминаний прошлого. Это довольно простой процесс, состоящий из трёх шагов. 1. Определите эту эмоцию, связанную с конкретным событием. 2. Попросите Иисуса забрать у вас болезненные эмоции. 3. Попросите Его исцелить рану в вашей Душе, вызванную этой эмоцией. Для многих людей эмоциональное исцеление может быть действительно простым. Главная проблема, которую я обнаружил, заключается в том, что люди, чрезвычайно рациональные по своей природе, как правило, задают много вопросов почему в середине процесса исцеления, что может вызвать отвлекающие факторы и препятствовать процессу исцеления. В то время как Бог может в какой-то момент раскрыть, почему определённое событие произошло с вами, в непосредственной обстановке эмоционального исцеления. Более важный вопрос Как это событие повлияло на вас? Когда вы вспоминаете это событие, вызывает ли оно эмоции гнева или печали? Испытываете ли вы стыд, вину или какие-то другие эмоции? Если вы сосредоточитесь на эмоциях, которые вы чувствуете, определите их одно за другим и позволите Иисусу исцелить их. Вполне вероятно, что вы сможете получить доступ к своему воображению без страха перед, ставшими помехой, болезненными воспоминаниями. Я получил исцеление от эмоциональных ран из моего собственного детства. Я хотел бы поделиться процессом, который я тогда использовал, чтобы помочь людям получить исцеление. Вы можете попросить надёжного друга помочь вам с этим упражнением, или вы можете сделать это сами. Одна из вещей, которую Иисус приобрёл для нас на кресте — это исцеление наших болезненных эмоций. Библия говорит, что Он взял на Себя наши немощи и понёс наши болезни. Исаии 53.4 Если Он понёс их за нас, то нам больше не нужно нести их. Исцеление болезненных эмоций обычно требует, чтобы вы вернулись к событиям в вашей жизни, где вы можете почувствовать эмоцию, которая беспокоит вас. После того, как вы получили доступ к памяти о конкретном событии и ощутили эмоции, связанные с ним, попросите Иисуса прийти к вам. Если и эмоции, которые вы чувствуете, греховны, признайте это грехом и попросите Его простить вас. Скажите, что вы верите, что кровь Иисуса удалила наказание и последствия вашего греха. Определите эмоцию, которую вы чувствуете. Скажите Иисусу, что вы хотите удалить её из вашей души. Попросите Его исцелить эти раны, вызванные этими эмоциями. Скажите Ему, что вы принимаете Его исцеление. Дополнительный шаг, который некоторые люди считают полезным, попросите Иисуса дать вам что-то положительное, чтобы заменить негативные эмоции, которые Он удалил. Если вы просите Его убрать печаль, вы можете попросить Его дать вам радость. Если вы просите Его убрать гнев, вы можете просить у него покой. Если эмоция возникает из-за того, что вы поверили в ложь о какой-либо ситуации, попросите Его показать вам истину. Когда вы закончите с этим, снова вызовите в своем разуме воспоминания о болезненном событии. Если эмоция была исцелена, вы больше не будете еще переживать. Но, возможно будет какая-либо другая отрицательная эмоция, которую вы можете почувствовать. Определите, какая негативная эмоция является сильнейшей и сделайте с ней то же самое, что вы сделали с первой. Скажите Иисусу, что вы хотите удалить эту эмоцию из своей души. Попросите Его исцелить рану в вашей Душе, вызванную данной эмоцией, и подтвердите, что вы принимаете Его исцеление. Когда закончите, снова вызовите в своем уме воспоминания о болезненном событии. Еще раз, попробуйте определить, остались ли какие-либо отрицательные эмоции. Если они есть, повторяйте этот процесс до тех пор, пока при вызове из памяти этого события вы не почувствуете никаких отрицательных эмоций. Этот процесс может применяться к любым воспоминаниям, которые связаны с негативными эмоциями. Тип видений Один из самых распространенных способов, которыми Бог общается с нами — это видение. Видение от Бога — это не более, чем образы, видимые нашим Духом и передающиеся нашей Душе, чтобы затем появиться в нашем воображении. Если вы попытаетесь вспомнить, что ели на завтрак сегодня утром, вы можете увидеть в вашем сознании краткий образ тарелки бекона. Когда ваш мозг восстанавливает образ вашего завтрака из его банка в памяти и отображает его на маленьком телевизионном экране вашего разума, вы испытываете то же самое. Когда Бог дает вам видение Прибор для видения картинок от Бога — это то же самое устройство, которое отображает любую другую визуальную информацию в вашем сознании. В то время как некоторые люди пытаются заставить видения казаться мистическими, в них меньше тайны, чем думает большинство людей. Видение от Бога вполне обычный опыт, хотя видения обычно появляются в нашем разуме как образы, некоторые из них могут казаться поступающими извне. Когда видение является внешним для нас, оно обычно передает тот же вид информации, который появился бы на внутренней сцене нашего сознания. Видение можно видеть с открытыми или закрытыми глазами, и на содержание это не повлияет. Тем не менее, большинство людей находит, что легче сначала воспринимать видение с закрытыми глазами, так как закрытые глаза блокируют отвлекающие фоновые изображения физического мира. Со временем и практикой вы можете легко научиться видеть видение с открытыми глазами. На самом деле это просто вопрос обучения вашего разума фокусироваться на том, что вы видите в духовном мире, и игнорировать то, что вы видите в физическом. Различные типы визуальных переживаний описываются в Новом Завете разными греческими словами. Далее мы рассмотрим типы визуальных откровений, которые получают люди, и я приведу примеры каждого из них. Греческое слово «апокалипсис» является широко используемым словом в Новом Завете, описывающим тип видения. Это буквально означает раскрытие информации, проявление или выражение. Оно отсылает нас к чему-то скрытому, что открывается. Этот термин означает, что Бог снимает завесу с чего-то для нашего рассмотрения с конкретной целью. Он используется в первом стихе книги «Откровения» «Откровение» «Апокалипсис» Иисуса Христа, данное Ему Богом для того, чтобы показать своим слугам, что должно вскоре произойти. Откровение 1.1 Вот пример такого видения из моей собственной жизни. В этом видении моя жена и я стояли рядом друг с другом. Мы, казалось, находились рядом с водой, но я не видел ни земли, ничего-либо еще, кроме большой двери, которая стояла перед нами. Когда я посмотрел на дверь, она открылась, распахнулась Настич. После этого мы повернулись влево, и перед нами открылась еще одна большая дверь. Мы снова повернулись влево и появилась еще одна большая дверь, которая распахнулась. Мы еще раз повернулись влево, и четвертая дверь распахнулась. Я истолковал это видение, как знак того, что Бог открывает для нас много дверей и даёт нам несколько различных путей, по которым мы могли бы следовать. Видение, казалось, указывало на то, что в конечном счёте, мы можем сами выбирать, по какому пути мы пойдём, но Он хотел, чтобы мы знали, что все они будут нести Его благословение. Энукнион и Энар – греческие слова, обозначающие сны, которые мы видим, когда спим. Сны – это форма визуального откровения от Бога, принимаемой нашим Духом, пока тело спит. Поскольку наша Душа может быть занята в дневное время, Бог будет-будет говорить с нами, когда наше тело и Душа находятся в покое. Большинство людей видят сны от Бога, но они не знают, что эти сны на самом деле являются посланиями от Него. Книга Иова учит, что Бог говорит с нами через сны, ведь Бог говорит либо так, либо иначе, хотя человек и не понимает. Во сны и в ночном видении, когда смертных объемлет глубокий сон, когда они дремлют на ложах своих, тогда Он открывает им слух и страшит их своими видениями, чтобы отдалить человека от зла и удержать его от гордости, чтобы сберечь его душу от бездны и не дать ему перейти стремнену. Иов 33-14-18 Бог явил Себя Соломону во сне. В их беседе Бог велел Соломону просить всё, что пожелает. Соломон просил мудрости, чтобы править своим народом. Во сне Бог дал Соломону мудрость большую, чем кто-либо из когда-либо живших, а также великую честь, богатство и обетование долгой жизни, если будет послушан. Когда Соломон проснулся, он понял, что всё это случилось, пока он спал. 3-5-15 Хотя у меня был период около 25 лет, когда у меня вообще не было никаких снов. Вот уже несколько лет я регулярно вижу сновидения и большинство из них от Бога. Он целенаправленно использует эти сны. В некоторые из них он предупреждает меня об опасности относительно моего здоровья, и обеспечивает решение проблем, о которых сообщает. Некоторые сны о людях, которым он хочет, чтобы я послужил. Некоторые из моих снов пророческие, где я вижу события, которые произойдут в будущем. Некоторые сны раскрывают проблемы характера, с которыми Бог хочет разобраться. И многие мои сны носят инструктивные свойства, когда он учит меня о своем царстве и как он видит меня лично. Харама — греческое слово, относящееся к видению, которое буквально означает то, что видно зрелище, видение данное Богом в экстазе, трансе, во сне или в видении во время бодрствования. Пример можно найти в Деяниях 16.9.10. Ночью Павлу было видение Харама, перед ним предстал македонянин, просивший «Приди в Македонию и помоги нам». Сразу же после этого видения мы собрались идти в Македонию. Мы были твердо убеждены, что Бог призвал нас возвести там радостную весть. Деяния 16.9.10. Этот тип видения может касаться практически любого предмета, о котором вы можете думать. Люди нередко видят видение подобно этому, являющееся как отдельное откровение, во время сна. Вы можете увидеть Ангела, который дает вам послание. Вы можете увидеть Демона, которого нужно изгнать. Это может быть просто видение человека, который нуждается в вашей помощи. Однажды ночью я спал и видел сон, как вдруг мне была показана отдельная сцена в видении. Я увидел человеку и его семью, которые застряли в своей машине на шоссе, в метель. Я знал, что им нужна помощь, но также я знал, что Бог не пошлет им помощь, пока за них кто-то не помолится. Поэтому я начал молиться и попросил Бога послать им помощь. Когда я увидел это видение в моей голове, я спал. Но когда я молился, то постепенно проснулся, и моя жена услышала, как я молюсь. Она спросила дорогой, за кого ты молишься. Поначалу смутившись, я не понял, о чём она говорит, потому что не знал, что она слышала, как я молился. Я сказал, что ты имеешь в виду. Она ответила, я слышала, как ты молился. За кого ты молился? Потом до меня дошло, что я, должно быть, молился вслух. И она услышала меня. Я видел семью, застрявшую со своей машиной в метели. Я знал, что Бог не пошлет помощь, если кто-то не помолится за них. Поэтому я начал молиться, но не знал, что ты меня слышишь. Она присоединилась ко мне в молитве, и мы попросили Бога послать помощь попавшей в беду семье. Иногда Бог даёт нам видение и сны, чтобы побудить нас ходатайствовать за других. Но есть и другие причины, по которым мы можем их видеть. У многих людей бывают пугающие встречи, когда они впервые видят в духе. Это может происходить из-за столкновения со злым духом, который пытается запугать или соблазнить их. Эти встречи, как правило, происходят ночью, когда человек один, потому что большинство людей устают и с меньшей вероятностью будут оказывать такое же сопротивление, как и днём. Также они происходят во время первой стадии сна. Многие люди сообщают, что видели пару светящихся глаз, смотрящих на них. Общим для всех является глубокое чувство страха от присутствия демона. Лучшая стратегия борьбы с демонами определить их планы и противостоять им. Чаще они просто хотят вызвать страх. Если вы будете сопротивляться страху, вы обнаружите, что они перестанут вас беспокоить. Харасис — это греческое слово, которое относится к типу видения, когда наш духовный человек смотрит через наши физические глаза и наше физическое тело способно видеть то, что видят наши духовные глаза. Это может показаться немного запутанным, но это всего лишь передача информации от нашего духа нашей души через наше тело. Этот тип видения открытыми глазами, по этой причине его часто называют открытым видением. Это обычно выглядит, как две картины, которые накладываются друг на друга одна в физической сфере, а другая в духовной. Это видение может также явиться как полностью духовная картина, которая заменяет то, что вы обычно видите в физической сфере. Некоторые люди, видящие в духе таким образом, описывают его, как что-то вроде просмотра образов через лобовое стекло автомобиля, где вы можете увидеть что-то на расстоянии и поверхность лобового стекла с насекомыми и грязью на нем одновременно. Однажды, когда я ехал на работу, у меня было одно из таких видений. Большинство видений я вижу с закрытыми глазами, но в этот раз было по-другому. Я видел его с открытыми глазами. В видении я увидел своего коллегу по скорой помощи, играющего с девушкой, которая оказалась его дочерью, я не знал наверняка, была ли она его дочерью, поскольку никогда не встречался с ней и не видел ее фотографии. Я увидел, как мой коллега опустился перед ней на колени. У нее были светлые волосы, и они находились на газоне. Вокруг них были и другие дети. Пока я смотрел на эту сцену у меня родилось чувство, что это было как-то связано с его будущим и, похоже, касалось детей. Затем видение внезапно изменилось и я увидел его одетым в форму охранника. Вы можете подумать, что это могло быть опасно, но я легко сосредотачивался на вождении, глядя на то, что происходит в видении. Ваш опыт может быть другим. Возможно, лучше не пользоваться травмоопасным оборудованием, во время видения. Придя на работу, я рассказал коллеге о видении и о том, что оно означает. Я сказал, что, если ему представится возможность чаще бывать со своими детьми, он должен принять это, и при появившейся возможности сменить работу, поступить на службу в качестве сотрудника службы безопасности, и что ему не следует бояться оставить скорую помощь. Он подтвердил видение. У его дочери, которой было 9 лет, были светлые волосы. Он показал мне ее фотографию, и она была похожа на девушку, которую я видел в видении. Оказалось, что его новая подруга, жившая в Орегоне, попросила его помочь тренировать футбольную и бейсбольную команды. Также он добавил, что в городе, куда он планировал переехать, открылась вакансия охранника. Он рассчитывал поступить на эту должность. Способ, в котором Бог использует видение является подтверждение его планов. Абтазия — это греческое слово, которое буквально означает «визуализация» или «видение». Когда наблюдатель видит явление человека или существа. Вот пример из Нового Завета. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тела его. И, придя, сказывали, что они видели явление. Абтазия — ангелов, которые говорят, что он жив. Луки 24-22-23 Мой друг Стив Хормон уже несколько дней работал с приятелем, который нуждался в освобождении. Они много узнали о том, как преодолеть стратегии, используемые демонами. В конце дня, когда он и его друг собирались уходить домой, Иисус явил свое присутствие рядом с ними и сказал, что он очень гордится ими тем, чего они достигли. Он сказал, что то, что они делали и чему учились, было тем, что еще никто не пробовал, и их готовность мыслить нестандартно и не поддаваться искушению перед боязнью пробовать что-то новое, была ключом ко всем удивительным открытиям, которые они сделали. В видениях такого типа вас может посетить ангел Бога, Иисус или другое небесное существо. Они могут утешить вас или направить что-то сделать. Или вы можете столкнуться с демоном и подвергнуться преследованию. Смысл этих переживаний в том, что Бог хочет, чтобы мы знали о присутствии других духовных существ. Экстазис — греческое слово, которое чаще всего переводится как «транс». Это буквально означает смещение разума или недоумения. Петру было дано видение от Бога о язычниках, где Бог опустил простыню с нечистыми животными в ней. Он увидел это, находясь в трансе. Деяния 10.9.17 Мой друг Том Калкинс впал в транс примерно на пять часов. Однажды вечером, стоя рядом со своей женой в церкви и поклоняясь Богу, он вдруг почувствовал жар на своей руке и спросил, мысленно, «Господи, это ты?» Едва он задал этот вопрос, как был погружен в духовный мир в состоянии транса, пока он находился в трансе. У него было несколько переживаний со Святым Духом, включая мощное откровение о славе Божьей и сущности говорения на языках. Во время транса его тело было жестким и неподвижным как доска. Жена с друзьями вынесли его одеревеневшее тело из церкви, положили в фургон и отвезли в дом пастора, где поместили на кушетку, пока транс не закончился. Эгена мин энт неумати греческая фраза, которая буквально переводится как «становиться в Духе». Это состояние, в котором мы видим и взаимодействуем с существами в духовном мире и получаем откровение непосредственно от Святого Духа. Это, в некотором смысле, пребывание в ментальном и духовном состоянии, когда наше первичное восприятие и действие имеют отношение к вещам в духовном мире и мы на мгновение позже осознаем то, что происходит в физическом. У апостола Иоанна были переживания такого рода «Я был в Духе» в день воскресный «Эгена мин энт неумати», и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил я Есмельфа и Омега. Первый и последний, то, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам. Откровение 1.10.11 Вот еще один пример после сего я взглянул, и вот, дверь отверстия на небе, и прежний голос, который я слышал как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». И тот час я был в Духе «Эгена мин энт неумати», и вот, престол стоял на небе. Откровение 4.1.2 Однажды моя жена пережила нечто подобное. Она уже некоторое время просила Бога показать ей что-нибудь в духовном мире. Как-то раз, только улегшись вздремнуть, она обнаружила, что не может заснуть. Внезапно она услышала звук включенного радио в нашей спальне. У нас в комнате нет радио. И она встала с кровати, чтобы узнать, откуда доносится этот звук. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...